всем привет подписчики гости канала просто тут забежал в общагу думаю сниму это еще не самое страшное ну как бы не ремонт да вот состояние не самое страшное есть гораздо хуже вот воняет здесь курилом поверьте на этажах все так же выглядит не хочу никого обидеть везде живут и на затулинке и везде живут хорошие люди есть то звоночки то еще кто-то я знаю причины многих как бы обращаются клиенты продать купить много диванных экспертов которые там могут сказать да это так просто он взял ипотеку продал комнату вот тебе типа первоначалка не все так просто друзья многие живут просто от безысходности в этих общагах просто им деваться некуда ипотеку они себе позволить не могут и как бы я вот такой нормальной категории хочу обратиться чтобы не злились положа руку на сердце вы же понимаете кто живет сейчас в этих общагах все более-менее нормальные кто там может себе позволить уже давно продали комнаты переехали купили ипотеку и ну живут как в более лучших условиях я хожу по общагам и вижу кто живет здесь живут тут одни гопники маргиналы ну вот все что с этим словом связано в основном контингент такой хотя еще расскажу много и нормальных людей живет которые от этого страдают вот на канале у меня собралась приличная банда хейтеров и прочей такой вот планктончик хочу сказать ребят вам тоже большое спасибо что вы у меня есть на канале вы когда смотрите мои ролики истекаете желчью просто злой пеной вы питаете меня энергией вот которую я превращаю в положительную энергию и переношу на своих добрых хороших подписчиков вот поэтому спасибо большое за ваши комментарии которые я читаю прикольно за ваши дизлайки как бы ну хорошо что вы есть на моем канале я очень прекрасно отношусь с таким людям без вас никак но никуда всем еще раз приветик я мотаюсь все по городу сейчас нахожусь в центре улица демьяна бедного выезжаю на деменку вот она демьяна бедного улица здесь она заканчивается вот выезжать сейчас буду на улицу семьи шамшины тут у нас троечки брусника строит прекрасные дома тридцатиэтажные в самом центре города дорогие квартиры завод с правой стороны вот этот будут сносить тоже будет жека с прекрасными квартирками кто давно не был новосибирске может посмотреть эти кадры здесь вот напротив передо мной тоже был завод тут все одни заводы склады было теперь смотрите как вот все теперь выглядит с правой стороны еще разберу будет полностью все сноситься и здесь будет стройка тоже потому что место шикарное и не место на этом месте всяким заводиком вот и они должны быть на окраине города и не загрязнять воздух в центре города вот улица писарева очень сегодня скользко много аварий писарева у нас всегда улица такая горбатенькая вся раздолбанная и и постоянно копают все перерыто всегда этому пусть вас тоже это дорожное полотно одной из улиц центрального одной из центральных улиц нашего города не удивляет потому что это улица писарева и все местные жители знают что она всегда вот такая вот видите едешь как на телеге вот с левой стороны от меня галерея новосибирск находится кто не в курсе не ориентируется чтоб понимали буквально вот в пяти минутах ходьбы галерея новосибирск центральный рынок ну а я сейчас вот буду уже ехать по красному проспекту на следующем светофоре будет красный проспект вот он красный проспект это район метро гагаринская идет снег дорожных служб не видно вот одну вроде полосу расчистили да или или это разъездили его водители потому что техники сегодня не видно с правой стороны стекляшечка жека берлин кто не знает за ней где европа торговый центр у нас расцвета и строит апартаменты тоже можно покупать от бизнес под сдачу ну а с левой стороны сразу за роял парком у нас гагарин сити строится самый наверное крутой проект апартаментный в городе ну не наверное как бы самый крутой потому что это самый центр самое лютое место классная вот так что тоже если кому интересно купить квартиру чтобы она сама на себя работала не бегать не заселять не клиентов чтобы кто-то следил за недвижимостью вашей поддерживал там ну все там скажем так в чистоте и в порядке обращайтесь площадь калинина впереди метро за яйцовская это уже за яйцовский район как вот я повернул на красный проспект это была граница центрального железнодорожного и за яйцовского района вот на том пятаке примерно это вот граница трех районов сейчас я еду уже в за яйцовском районе площадь калинина пока светло вот вам кадры с метро за яйцовской ну точнее сказать не с самой метро за яйцовская с площади калинина сейчас буду я поворачивать на улицу дачную на улицу перевозчиков а потом уже на улицу дачную воду небольшая такая есть у нас улочка под названием перевозчиково у меня было одно из последних видео несколько недель назад я тут шел вечером и снимал пешие видосы ну а сейчас автомобильная прогулка по городу бесплатная поэтому в качестве оплаты за проезд ставим лайкосики не забываем сейчас сразу пальчик вверх если кому-то что-то не нравится обязательно ставим пальчик вниз это очень полезно я люблю хейтеров обожаю поэтому ребята вы тоже мимо не проходите если у вас есть какие-то психологические проблемы ко мне или вообще по жизни ставьте дизлайк и вам немножко будет плюсик карму честно скажу станет легче год поэтому ставьте дизлайк если вы что-то там против имя имеете вот улица дачная сейчас будет дачная удачная удачная улица все едут аккуратненько потому что реально очень очень скользко снежный накат на льду вот с правой стороны здесь прям красный проспект и расцветай на красном проспекте я просто уже бывает за день наболтаешься и уже уже все уже жека топаз с правой стороны кому интересно так проеду-ка я наверно дальше ну а еду я здесь сейчас на показе у меня объект я показываю клиентам квартирку не всегда получается снимать на видео объекты потому что с эти девушка идет даже не смотрит вообще реально ну хотя бы ради приличия как бы я понимаю что она уверена что я еду самый нормальный как бы водитель наверное в городе всех пропускаю всем уступая но надо же хотя бы повернуться в целях самосохранения немножко надо смотреть господа ходите смотрите хоть по сторонам вот у нас такие тут хрущевочки в районе бот сада прекрасные детишки не упускают шанс поваляться на сугробах вот ну а я приехал к светлощу сниму вот такие дома на ботаническом жил массиве это у нас дмитрия донского дачная жуковского улице находится в общем друзья кто смотрит мое видео мы перед новым годом с клиентами ездили примерно вот но недалеко от метро рассматривали варианты 400 там да вот за такую цену еще даже посмотрели несколько квартир и нам что-то тут не понравилось ну как бы в центре на скажу вам что сейчас уже за эти деньги нет вообще квартир просто вообще нет ну реально полноценной однёжки там я уже молчу про двушку нету я к чему к тому что цены выросли примерно вот на пять сотен скачок цен был по сравнению с декабрём до чтобы что-то сейчас по центру самые бомжатники вот в таких домах смотреть такие знаете разбитые квартиры в которых жить нельзя надо что-то делать уже четыре с половиной миллиона надо выложить понимаете пока вы ждете когда в вашем городе ваша квартира подорожает там на 100 тысяч рублей или уступить ли вам 50 тысяч или нет этим временем в новосибирске жилье может вырасти тысяч на пятьсот поэтому кто решил переехать не откладывайте это на завтра делайте это сегодня потому что завтра будет ваш переезд стоить еще дороже поэтому обращайтесь ко мне я вас научу сориентирую что как лучше делать посоветую вот ну я еду в центр я и так в центре но еду сейчас на красный проспект так что не верьте господа всяким экспертам которых бывает там я прочитаю или увижу какой-нибудь видосик что вот рынок падает все плохо в новосибирске у нас ничего не плохо поверьте все хорошо плане того что цены растут конечно плохо для клиентов и плохо естественно для нас риэлторов поверьте потому что когда раньше звонил человек там 4 миллиона потолок да я мог ему квартиру выбрать то сейчас позвонил человек ничего мы не можем до 4 миллиона выбрать понимаете человек отложил свою покупку до лета пока не знаю что летом будет будет летом наверное уже 5 миллионов минимум а у человека по-прежнему будет 4 за минусом еще инфляции всяких понимаете ну как бы вот и соответственно не получается да сработаться поэтому поверьте ну нормальный адекватный риэлтор как я он не заинтересован чтобы было все дорого чем жилье дешевле и доступнее тем нам просто мне лично легче работать с людьми я могу прокатиться показать квартиры клиенту совершить сделку и заработать деньжат баблишко и всем хорошо клиент доволен я доволен все довольны а когда все растет но не все довольны когда такой снежный накат друзья вот кто начинает есть у меня были комментарии такие типа я читал ой так хорошо вы снимаете дорогу что вот я учусь ездить смотрю ваши видео и немножко привыкаю к трафику да тоже очень приятно хочу сказать таким водителям не надо гонять потому что лучше езжайте потихонечку лишний раз даже если вы ну как бы ваша главная дорога и кто-то тупит да пропустите вы его пусть проедет потому что когда такой снежный накат водитель просто при всем желании может не успеть затормозить потому что снежный накат и происходят аварии вот я еду как бы даже на педаль газа не жму а просто вот ну качусь да зато чувствуешь себя увереннее и другие участники движения неадекватные могут уже успеть среагировать на ваши какие-то движения ну и вот она опять красный проспект и сегодня будет экскурсия как бы такая работа что я не знаю порой где буду через час понимаете вот сейчас был на показе мне звонят покажите квартиру в родниках выходной день воскресенье да все отдыхают но я как пожарный работник недвижимости сейчас будет срочный выезд в родники сейчас у меня еще одна встреча в центре мне надо кое-что забрать ключики мне должны от квартиры передать и полетим в родники жилмассив родники могу вам сказать что на правом берегу лично на мой взгляд это самый уютный самый нормальный жилой район где можно жить мне не нравится стрижи мне не нравится мжк я не очень считаю удобным проживание на пед институте но вот родники место прикольное тем что там мне нравятся люди которые живут в родниках первую очередь ну какие то вот они все там добрые душевные простые алекс особенно александр васильев там живет его супруга тамара васильева я думаю скоро уже канал растет и многие будут знать о ком это речь идет вот наши очень близкие хорошие друзья мои сова как дрифтанул тазик там есть все магазины или руа есть гипермаркет лента магазины лента это не реклама ну просто могу добавить там пятерочки магниты авоськи ничего попало в короче все это все это там есть и все в пешей доступности поликлиники сады школы так что кто ищет спальный райончик потому что в центре дорого по цене той квартиры которую вы здесь купите в старом доме можно на родниках купить более менее свежие свежие жилье дону жилье в свежем доме в доме который там построен лет даже 10-15 назад поверьте это лучше чем пятидесятые шестидесятые годы ну как по мне и по запаху и по многим параметрам поэтому вот мой такой совет если кому интересно звоните у меня есть еще люди которые спрашивали недавно родники и вот как раз сейчас я покатаюсь по центру на видео и будет путешествие в этот прекрасный жил массив что-то творит неимоверное да этот водитель на шахе на этой на шестерке не совсем безопасные маневры совершает маневры это у нас перекресток красного проспекта и улицы достоевского с правой стороны если пойти направо можно добежать до ж.д. вокзала новосибирск главный через минут 15-20 максимум вы будете на вокзале а в эту сторону это направление в сторону проспекта дежинского березовой рощи вот еду по улице гоголя вот она галерея новосибирск красавец наш торговый центр с правой стороны центральный рынок уже не совсем он рынок осталось там фруктов как бы толком купить нет нет где потому что ну там уже несколько рядов в основном здесь покушать да выпить поэтому не считаю нецелесообразным нахождение этого сооружения в самом центре города надо его снести и построить чуть полезно и весь даже пусть не жилой комплекса может что-то для города что-то интересненькое придумать рынок не совсем центральный поверьте полезен для города кстати стоит еще елка возле рынка не получилось снять потому что троллейбус все закрыл какая-то аварийная ситуация там у нас случилось до моргает проблесковый маячок так я приехал сейчас заберу ключики от квартиры выставляют вариант в работу и и поехали дальше ну чё погнали на родники я сейчас нахожусь даже не в самом там центре города да это центральный район самого окраина центрального района друзья и вот отсюда сейчас едем в родники я сейчас забью в навигаторе сколько ехать я знаю дорогу прекрасно просто для вас для подписчиков посмотрю сколько он напишет именно от этого места вон он же к гранда кстати есть у меня люди которых связывает жизнь с жека гранда держитесь 23 минуты вот от этой точки до родников езды отвлекли меня звоночком улица ипподромская полетели в родники начало все таять на дорогах появилась слякоть и и и и и и подписчица татьяна в нашей группе в telegram city 154 пишет погода шепчет и она реально шепчет погода классная вот минус 5 вроде как и не тает и не холодно идет снежок присыпал всю грязь всю пыль красота это у нас остановка по богдана хмельницкого дом культуры имени горького дыка горького вот трамвайчик идет 14 смотрите какой идет хаски наверное не видно на экране со светящимся по вот этим ошейником прикольно такой волчара волчара с подсветка идет вот а вот в районе прекрасной остановки 25 лет октября по улице богдана хмельницкого есть такой чудесный поворотик на улицу александра невского и по нему можно попасть быстро быстро в родники через сухой лов по улице учительской вот она улица 25 лет октября красиво метет снежок и вот она улица александра невского на ней тут есть больница какая-то медсанчастья не помню 11 что ли потом много садиков это вот с левой стороны да ну а с правой стороны очень-очень старый жилой фонд ну а вот она улица учительская по которой которая через сухой лог ведет к улице объединения учительская улица может быть еще и такая да если в противоположную сторону двигаться в сторону дома одежды ну то там поучительской конечно стоят дома жилые хоть и фонд там тоже старый весь с дужком как я говорю на такие дома они с дужком летом здесь очень прикольно красиво все зеленое и даже когда едешь какой в жару можно открыть окошко и тут воздух такой более-менее свежий не то что в центре в центре грязный паршивый воздух друзья так что ориентируемся на покупку квартиру жил массиве родники куда я сейчас и еду вот в этом месте разворачиваются трамваи вот он едет здесь видимо конечная остановка 11 трамвай сосновый бор золотая горка золотая горка у нас находится в дежинском районе по проспекту дежинского если от березовой рощи далеко-далеко-далеко ехать в тьму таракань то можно приехать по дороге в тьму таракань вы будете проезжать золотую горку так работник железной дороги через чистит метров на светофоре трамвайные рельсы ну а мне осталось вот 10 минут причем обратите внимание я не лечу еду накатом просто даже не газую 10 минут осталось езды в самый центр родников вот стрелочка направо зелененько горит значит можно поверните на поворачь что тут нам пишут через 300 метров я буду через семь-восемь минут еду в районе объединения курчатова вот здесь на перекрестке клеить усказал уже подъехал человек у меня есть время еще не будем нарушать будем ждать свой зеленый свет пока встречные автомобили дремали я повернул налево да и все тут живут очень спокойные нормальные люди не такие как в центре мы привыкли все что-то куда-то бежать вы видите да мои видео летишь бежишь едешь и здесь люди видите не торопливо для них зеленый свет это не значит что надо педаль в пол и и и лететь как бы да я уважаю таких спокойненьких людей которые но никуда не спешат все нехорошо и даже завидую друзья потому что у меня так не получается позавчера я лег в пять утра проснулся в десять поспал пять часов до вчера тоже целый день пробегал видео вчера не получилось я немножко вот начало этого видео это был вчерашний день вот и сегодня тоже видите бегаю короче у меня хронические недосып не алкоголизм недосып я не сплю ладно это все поправимо главное чтобы все было хорошо со здоровьем а со здоровьем у нас все очень хорошо вот так господа поворачиваем вы чё чё уж прям такие совсем сонные то здесь это у нас улица михаила немыткина которая есть в родниках вот вот такие дворы кому интересно такие дома более-менее здесь почти весь жилой фонд свежий сейчас я выйду еще на улицу не мог сильно снимать у меня звонков куча еду и все же звонят звонят я отвечаю поэтому сейчас вот я наверное уже сниму сейчас буду созваниваться наверное опять попросить в другой отдаленный уголок нашего города это на мжк сейчас проконтролюсь просто просили квартиру там тоже показать сейчас поеду на мжк представляете какая работа кто хочет ничего не делать и деньги мешками приходите в агентство недвижимости всегда есть вакансии только вот долго никто не может работать ну вот друзья смотрите подальше от центра но вот вот такой жилой фонд дома более-менее все свежие магазинов тут вообще даже не спрашивайте этого добрать здесь полно вот на той стороне тоже я извиняюсь за ветерок гипермаркет лента круглосуточный огромный большой но и выезд на улицу фадеева в сторону красного проспекта это вот направление туда все дома самое старое это у нас панельки там годов 90-х двухтысячных есть как в районе в жиломассиве снегири вот а в основном все вот такое новенькое тут ну время 8 вечера смотрите я не вру 8 вечера пожалуйста вот и я сейчас звоню по мжк как бы встреча а мне люди да вы чё так поздно уже 8 часов представляете я мотаюсь для меня 8 часов это вообще время детское вообще я могу в 5 утра лечь спать и я готов ехать выезжать мне сейчас просто скажи куда чё я работаю я двигаюсь господа поэтому вот смотрите вот такой я риэлтор вот такой специалист суббота воскресенье 1 января 31 вот все кто в группе в телеграме были они видели что я на связи я работаю ну и клиенты мои также могут подтвердить так что я не ленивый я рабочий работающий активный энергичный так что обращайтесь кто первый раз смотрит мое видео возможно это я риэлтор с 25 летним стажем я уже в этом деле и собаку съел как говорится и кошку и всех кого можно я съел едем в центр через магазин лента у нас дома ничего нет мы все съедаем у нас нет дома продуктов мы все съедаем мы спортсмены все трое спортсмены еще раз обращаюсь друзья господа подписчики гости канала кто до сих пор из вас еще ну как бы совести нет у кого кто не поставил лайк пожалуйста ставим лайк это очень полезно для канала если вы не друг канала то тоже мимо не проходите поставьте дизлайк пожалуйста можете написать комментарий какой-нибудь плохой я очень люблю читать разные любые комментарии хорошие плохие хорошее мне поднимает настроение а плохие мне тоже очень сильно поднимает настроение потому что я смеюсь над плохими комментариями над плохими людьми я предпочитаю друзья пропустить человека вот тем более я не спешу я записываю видео вот сейчас я прошвырнусь немножко по райончику это родники это родники роднички можно нежно называть роднички это самый более-менее центр с правой стороны за перекрестком находится жилой комплекс характер улица тюленина да вот она вот знак стоит видите вот перекресток это улица тюленина сейчас я буду выезжать на улицу тюленина и дальше там справа в самом центре в самом лютом классном месте находится жк характер ну а я сейчас поверну на улицу тюленина вот она прекрасная улица вот никто не летел пропустим зайцев во здесь даже есть мост смотрите какой есть прекрасный пешеходный мостик езжу катаюсь по родникам для подписчиков кому интересен этот район снимаю вот эту красоту это родники калининский район за светофором там дальше заельцовский район кто не в курсе на той стороне красного проспекта сейчас я поверну налево на красный проспект друзья это красный проспект улица ничто иное как красный проспект справа жк у нас онега слева жк дежнёв жк основатели будут сейчас вот я поверну и вы смотрите какие ребята занимаются спортом район тут молодой живет в основном молодежь конечно есть и пожилые люди кто хочет жить в таком свежем жилье с молодежью они конечно покупают я как бы тоже пожилой мне 50 лет и мне хочется с молодежью быть общаться с молодыми людьми ну в хорошем смысле слова я женатый человек как бы ну нормальной ориентации но у меня есть супруга любимая красивая шикарная секси леди которая тоже на спорте не всегда она за мной конечно успевает но тем не менее вон с правой стороны вот эти полоски на домах жк основатели вот они жк основатели но еду я по красному проспекту смотрите какая тут диодная подсветка на перекрестке это же надо красота да и только едем мы за прекрасным автомобилем лексус ребята вы тут разберитесь что нибудь ну вот это туда сюда не дали мне за лексусом прокатиться по красному проспекту такой вот хайвей красный проспект смотрите леруа мерлен имеется вы можете никуда не ездить купить все стройматериалы которые вам нужны прямо здесь и пойти смотрите какая метель красивая метель вот это да а я люблю такую погоду господа леруа мерлен пожалуйста возле леруа мерлен есть очень хороший магазин он не дешевый стал не буду его рекламировать но тем не менее вы можете туда приехать в три часа ночи и купить продуктиков что-то дорога тут это налетели что смотрите я как будто по стиральной доске еду магазин лента гипермаркет вот он я еду в ленту чтобы купить чего-нибудь путь потому что здесь классная большая парковка бесплатная пока еще друзья нам пока еще разрешают дышать бесплатно где нигде ставить автомобильчик бесплатно ну есть еще вещи бесплатные вот смотрите сколько мест на выбор днс голомарк короче пивнушки все тут есть полностью вся инфраструктура про школы и сады я тоже молчу как бы все тут это есть я не знаю ночь зимой как там можно мыть машину я вообще ничего не пойму хотя погода типа такая около нуля можно да наверное я предпочитаю заезжать на мойку самообслуживание но она как минимум должна быть крытая вон магазин лента смотрите как красиво снежок с крыши сдувается извиняюсь за ветер смотрите как зелень в ленте прикольно продают она свеженькая зеленая приятно на нее посмотреть интересно что купил вот смотрите молоко овощи фруктики ну господа я выезжаю с родников вот лента магазин улица мясниковой есть тут ребятишки которые живут в таких микрорайонах разных и завидуют жителям прекрасного микрорайона родники вот хочется без как сказать без монтажа сейчас доеду до центра навигатор пишет 16 минут давайте засекем я не буду специально вот это вот вот этот отрезок видео не монтировать ничего 16 минут езды поеду я через фадеева но опять же это на машине конечно на автобусе это займет времени больше чистят снег кстати смотрите да улица мясниковой прямо по курсу кулатский поселок улица фадеева и случится немножко музыкальное сопровождение сделаем классная погодка это калининский район города новосибирска транспорт тут ходит еще раз скажу транспортная развязка классная просто у меня сегодня клиент спрашивает стрижи или родники я говорю конечно же родники по-любому потому что смотрите тут движняк все нормально магазин и автобусы маршрутки все все тут есть улица фадеева кому то она будет очень скоро сильно интересно с левой стороны у нас строечка ну старт продаж будет скоро ну вот такими темпами 15 минут навигатор пишет по этому можете засечь по времени по видео для такого огромного города мегаполиса 15 минут я понимаю что где-то ну есть какой-нибудь город где живет там 1300 населения за 15 минут наверное можно его объехать вокруг да там как минимум но для новосибирска это очень недалеко это очень рядом от центра тем более вы за эти деньги получаете более-менее свежее жилье просто с клиентами ходишь по центру и за эти же деньги заходишь в такие вонючие старые дома что ну вот человек хочет центр уперся да денег нет на что-то более-менее приличное то я бы наверное в таком случае все-таки купил в родниках свежее жилье и это было бы гораздо комфортнее ну опять же как по мне у меня такая работа что я могу подстраиваться под ситуацию дорожную да я в пробке как видите редко попадаю вот это улица Фадеева с левой стороны здесь уже недалеко по улице объединения нормальная дорога асфальту все сделали отремонтировали я уже совсем недалеко от улицы можно сказать Красный проспект я уже был на ней сегодня она длинная теперь в родниках уже есть ну до того старого доброго отрезка который все помнят в Зайльцовском районе улица Красный проспект возле получается сибирского кадетского корпуса сейчас выеду я как видите не лечу во-первых скользко чувствуется не обгоняю тут всех еду совершенно спокойно улица Георгия Каланды ЖК Чкалов с левой стороны у меня есть оттуда тоже видео там стоит самолетик вот немного такие водители здесь не торопливые не спешащие никуда я не могу как бы извините ну как бы вот так ехать вот я не знаю вот это все нет я не знаю но я не знаю что это и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Свернуть налево, поедем налево Еще 40 секунд подождем Красный проспект Смотрите, здесь был такой участок раньше Вообще, да, страшный А сейчас его Я бы знал, что я бы там бы слева свернул Ребят, еду по навигатору Вот реально Кто город знает Сейчас посмотрит Скажет, ну ты дебил Можно было свернуть И вот уже там бы на светофоре Давно выехал Просто включил навигатор Думаю, специально проеду Чтобы, ну, засечь Посмотреть, сколько время А оно вот как Но тем не менее Кругалями Смотрите И еду Пишет 9 минут Улица Северная Зря ты тазик Красивая погода Метет Улица Залесского Я возле медицинского института Возле НИИ Что сейчас нахожусь Которые находятся на Тусе Ковальчук Да, если бы без навигатора поехал Я бы вот здесь Сейчас выехал У нас рельсы Здесь небольшая промзона Склады Всякие предприятия С левой стороны находится Городская больница Горбольница На светофоре Прямо сразу слева Все светофоры собрал Весь красный свет Не пробки Так вот так Да Вот с левой стороны Горбольница Выездов с микрорайона Выездов с микрорайона Родники полно Реально Это вот я забил навигатор Думаю, ладно, поеду по навигатору Пусть он мне там что-нибудь покажет Вот Ну и вот он мне показал Без навигатора можно гораздо быстрее доехать Потому что этот навигатор Он такое ощущение, что его сделали хозяева автозаправок Он специально ведет куда-то самыми далекими путями Поверьте, если вы знаете город И вы будете ездить Вы думаете, что вот по навигатору забьете И вы приедете Самый это короткий экономичный путь будет Вы ошибаетесь Вот он ведет Кто знает более-менее город Как бы вы поймете, да Что можно было там объехать Через ЖК Чкалов Ну, а вот он так показывает Ну, ради бога, поеду самым дальним путем Это вот по навигатору Который показывает самый короткий Самый быстрый путь в кавычках Все светофоры реально Вот бывает, да, у вас водители, кто смотрит Что вы собираете все светофоры, когда едете На лобовое стекло у меня обогрев не шел Чудеса Грязи давно не было Автомобили все чистенькие ездят Народ потихоньку помылся Потому что грязно у нас в городе Опять красный свет, друзья Какой-то пассажир, смотрите Никак до дома не дойдет Стоит, держит столб Чтобы столб, наверное, не упал Поехали, ребята Вот как-то так Хорошо на улице, не минус 40 Тепло на улице Рай для дрифтеров такая погода Потому что скользко Улица Ипподромская Ну как бы все Вот можно сказать Я бы уже давно был где-то в центре Там на Красном проспекте На Гоголя Так что, господа Я уже приехал Всем, кто посмотрел это видео Друзьям канала Большое спасибо за лайки За хорошие комментарии От души Я давно не снимал такие видео Чтобы вот так прям, ну, без монтажа Стараюсь вырезать Всякие скучные моменты Плехановский жилмассив Я уже здесь проезжал Ну, вот вам он Без монтажа Плехановский жилмассив Улица Ипподромская Наша скоростная магистраль Плехановский жилмассив Друзья, и не работает Я уже говорил Вот и все, я в центральном районе, друзья Всем, всем, всем еще раз большое спасибо за просмотр Всех рад видеть на канале Если у вас какие-то есть вопросы по недвижимости Конечно же, не стесняйтесь, обращайтесь Будем искать, подбирать, покупать Вот, на этом все пока Гоголя, Ипподромская, Березовая роща, метро Маршала Покрышкина, Фрунзе Это вот я в этом райончике